конечно же вам надо знать что лучше чем импланты да еще и качественно установленные взамен ваших уже утраченных зубов пока еще ничего не придумано мы вам в прошлом сюжете рассказали некоторые нюансы которые вам выдает интернет не весь интернет дает вам право на жизнь мягко говоря в российской структуре так там вообще не очень-то и много сюжетов и вот мне благодаря тому что я сейчас размещаю сюжет аж 1995-96 году вот всем так нравится что это нормальный сюжет естественно и мы всегда говорим о нашем здравом качестве здравое качество это наши отличные зубы отличные зубы где мы будем ставить я считаю что только в том месте про который вам неоднократно и говорил и буду говорить медицинский центр агат то есть все таки до определимся что лучший вариант это поставить качестве и план на сегодняшний день до на сегодняшний день лучшая альтернатива это конечно поставить качественный имплантат не забывая того что нужно стремиться максимально сохранить свои зубы а вот это как раз то преамбула нашей беседы это уменьшение сладкого это гигиена полости рта то есть это контроль за собственность ну мы же меряем давлением и меряем температуру мы то есть мы контролируем свое состояние то же самое касается и полости рта вопрос гигиены полости рта возникает у нас да то есть не каждый же первый будет зубы чистить правильно но как сделать так чтобы у него было все более-менее нормально то есть рано или поздно циррозы в смысле кариес возникают ну да даже если мы будем чистить зубы он все равно возникает риск возникновения поражение твердых тканей зуба присутствует всегда и чаще он возникает когда гигиена полости рта снижается это раз определенным риском возникновения кариозного поражения зуба является нарушение положения зубов то есть если зубы где-то находятся не совсем в правильном положении где-то они находят друг на друга вот где Где-то возникает, скажем, скученность зубов, то вот эти вот, скажем, участки, где зубы перекрывают другого, возникают так называемые ретенционные пункты, откуда, в принципе, даже при очень хорошей качественной гигиене сложно вычистить, ну, какие-то микрочастицы, там, пищи, там, фрагменты, там, бактерий зубного народа и так далее. В этом месте, да, риск возникновения кариозного поражения, ну, гораздо выше. Вот, поэтому еще один из пунктов, значит, профилактики кариеса, это регулярное посещение стоматологов. Почему я надел свою замечательную кепку? Ну, в свое время таких кепок в природе не существовало, потому что в Советском Союзе слово «бейсболки» вообще, как бы, люди так и не понимали, что это такое в природе своей вообще никогда. Сегодня сейчас Китай говорит нам, он вспоминает, что Советский Союз был, причем Советский Союз он вспоминает, ну, наверное, сегодня и сейчас не Советский Союз, потому что Владимир Владимирович поменял свое качественное отношение к одному из, к двум, кстати, и не только к Китаю. Но мы еще и говорим про нашу замечательную Индию. То есть это два государства с топовой структурой по отношению здоровья, качества жизни и смысла. И там, и там, ну, в Китае вообще коммунизм, а я просто был на Кубе, и вам так скажу, что там лекарства стоят, ну, просто ничего. И любое обследование, то есть я же с опухолью потом туда приехал, я заплатил бешеное количество денег. Не буду показывать, но это всего лишь 20 рублей. Помните, да? Не 20 тысяч, не 20 миллионов, нет, просто 20 рублей обыкновенных. И вот они мне тогда и сказали, что что-то, что-то может быть укусы пчел. Так потом я поехал в Китай, укусы пчел начали лечиться. Ну, да ладно, не в том что события, мы говорим о том, что там немножко все по-другому. И почему мы сейчас будем говорить, есть такая штука весьма интересная. И в Советском Союзе, да и сейчас мы боремся с курением, потому что курение это, в общем-то, не всегда очень хорошо. Ну, курение, ну, курение это вообще такая интересная тема, в каком плане? То есть курение, ну, признано всеми, что это вредная привычка, вот, с курением в организм попадает огромное количество вредных веществ. Вот, вот, самый отрицательный фактор курения, это крайне неблагоприятное воздействие на сосудистую стенку. Вот, к чему это приводит? В том числе, я не буду касаться там вреда курения, касающегося там легких, там, прочих, 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 прочих дел, да? Вот, то, что так, скажем, бросается в глаза. Ну, вот, что касается системы зубочерестной. Значит, когда, скажем так, у курильщиков вот это воздействие всех вот этих смол, вот этих вот продуктов горения табака воздействует на сосудистую стенку, дело в том, что кровоснабжение зубов, это, ну, представляете, да, это тоненькие сосудики, это, по сути дела, скажем, капиллярная сеть. Это капиллярная сеть вены, там, это представлены в виде венул, вот, тоненькие капиллярчики, вот, то есть, если тоненький сосудик еще и начинает, как бы, сужаться за счет того, что там идет, скажем так, отложение на стеночках, вот, если стенки вот этих вот капилляров становятся более ломкими, более хрупкими, более жесткими, то есть, затрудняется кровоснабжение, то, по сути дела, вот те ткани, которые окружают зубы, они начинают страдать от ишемии, то есть, ухудшается кровоснабжение, за счет этого ухудшается поступление кислорода, питательных веществ и так далее. Чаще всего это приводит в первую очередь к тому, что начинает потихонечку атрофироваться костная ткань, ну, то есть, орган, который не кормится, он начинает слабеть, вот, то есть, она не начинает уменьшаться в объеме. Это один из факторов развития того же самого парадонтоза, ну, парадонтида, правильнее говорить, вот, это крайне отрицательно влияет на, скажем, имплантаты, то есть, если у человека уже стоят зубные имплантаты, дентальные имплантаты, и человек курит, то, как бы, вот, курение для этого человека – это риск потерять эти имплантаты. Более того, вот, в свое время, когда вся эта история с имплантатами только начинала развиваться, был даже такой постулат, что если человек курит больше 10 сигарет в день, то вообще про имплантаты с ним разговаривать, ну, немножко некорректно, потому что риски отторжения имплантатов, неприживления имплантатов возрастают, ну, по экспонентам. То есть, если мы, а в обычной, по мировой статистике, в обычной, скажем так, жизни, имеем риск, скажем так, неприживления имплантата где-то в районе, ну, до 2%, то есть, 98% имплантатов приживается, да, вот, то если человек курит, и курит много, то этот риск составляет, ну, где-то уже процентов 40-45. То есть, это… Ну, получается, да. То есть, в этом случае, что остается доктору? Доктор, он предупреждает пациента, и вот, вот, сам пациент уже делает выбор, либо он делает, потому что можно сделать операцию, можно поставить имплантат, но результат может быть не тот, который мы ожидали. То есть, мы ожидаем, что мы поставили имплантат, и человек там, скажем, 10-15-20 лет, все, он как бы в более-менее нормальном состоянии, то есть, он забыл эту проблему, вот, при активном курении этого может не произойти, может, там, год-два, там, ну, а может быть, и вообще нет. И вот я сейчас вам немножко расскажу то, о чем я беседовал со своим товарищем из Омска, который сейчас занимается нашей медициной. Он мне сказал, что не всегда специалисты с крутым опытом работы становятся изумительными специалистами. Почему? Потому что некоторые просто вам это дело преподают, не имея опыта работы в медицине, я имею в виду в хирургии. В данном случае мы говорим с тем человеком, который не только изучает, не только все это делает, он сам оперирует. То есть, вы понимать должны этого человека, потому что таких людей очень-очень мало. Если вы сильно хотите потом дальше получать качественное удовольствие, я бы вам 100% рекомендовал приехать сюда, в медицинский центр Агат.